Всем привет, Иваныч с вами. Сегодня у меня видео по Armored Warfare, проект Armata. Видео для тех, кто не играет в эту игру в первую очередь. Дело в том, что в игру добавили танк Т-14 Armata, причем для всех игроков, до 16 мая. Насколько я помню, можно зайти и поиграть на этом танке, совершенно бесплатно, без СМС, его не обязательно при этом выкачивать, потому как этот танк все-таки 10 уровня. Не каждый будет до одного докачаться до Т-14 Armata, но с одним единственным ограничением. Этот танк доступен в качестве, кстати, премиумного танка, должен хорошо фармить, но он доступен только, к сожалению, в ПВЕ сражениях, то есть сражениях против ботов в миссиях. Сегодня мы отправимся в миссии и будем там, собственно говоря, нагибать ботов, я так понимаю, да? Нажимаем кнопочку ПВЕ. Что это за фигни, я не знаю. Операция Буревестник, операция Метель. Операция, я не знаю, давайте... Вот это вроде какая-то зеленая карта, да? То есть, наверное, она у нас... Это выбор был уровня? А, это я нажал и попал. Ну, окей. Поедем, я так понял, что это была летняя карта, там еще зимняя какая-то карта и пустынная карта. То есть, третья, видимо, она летняя. Здесь немножко поменяли интерфейсик. Я вижу, за последнее время, что я не был в игре, а был я в игре последний раз зимой. Сейчас уже май месяц, буквально завтра. Львы Неквела, в кавычках это название какое-то, готовят нападение на город с целью массового похищения его жителей. Вы должны немедленно занять площадь и продержаться до прибытия спасательных вертолетов. Площадь, она находится у нас, я так понимаю, вот здесь. Так, захватить площадь, дополнительные задачи, уничтожить конвои. Бонус за сложность 50% и 15% еще дополнительно очков исследований, или как они тут здесь называются. Ежедневная награда еще какая-то, я не знаю, что это такое. Софи Вельфли. Как-то нельзя было ей дать какое-то человеческое имя, чтобы можно было это выговорить хотя бы. Вот, здесь есть еще какая-то экстренный набор. Морд в строю восстанавливает 100% прочности и 100% боекомплекта. Уничтожен. Позволяет возродиться у контрольной точки с 60... А, в случае уничтожения позволяет возродиться у контрольной точки с 60% прочности и 100% боекомплекта. Лучше, в общем, нажимать кнопочку 9 до того, как танчик склеит ласты. Еще у нас есть система КАЗ, я так понимаю, которая сбивает всякие эти ракеты. О, армата-то, ребята, знаете, такая бодрая машина. То есть, она очень хорошо поворачивает на месте. То есть, крутится на месте она просто как юла. Не каждый легкий танк так поворачивает там на, скажем так, на шестом уровне. Бдыщ, мимо! Ха-ха-ха-ха-ха, косорылая! Нереально. Так, уже что-то летит в меня. О, это уже эти... Артопутаны. Автоматически управляемы компьютером артопутаны. Отвратительно. Вот в этой игре, знаете, ребят, опять же, у разработчиков был уникальный шанс. Можно было не сделать, не делать вот это вот артоговна. Но они все-таки шмогли сделать. Ну вот, решили, что нет. Без говна нельзя. Раздолбали этот дом. Смотрите, вообще в ноль раздолбали. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, здесь надо как-то прятаться от них, я так понимаю. Хорошо я его отправил ему в борт. Блин, с одной стороны, тут как-то надо просто от них действительно спрятаться, я так понимаю. Блин, надо уезжать. Они меня так раздолбают рано или поздно. Никто почему-то не хочет добивать вот этот танчик. Ну ладно, давайте я его добью. 152 миллиметра здесь орудие стоит, причем время перезарядки тут упало. А, меньше 9 секунд. Ну может быть у меня просто прокачан экипаж, поэтому вот как-то так. Я уничтожил машинку, но машинку не пробил, не попал в терминатора. Забавно, конечно. Ну окей. Ой-ой-ой. Рикошетик. Это хорошо. Ой-ой-ой. Тоже не пробил. О, попали. Да-да-да-да-да. Давайте попробую задонатить. Затаранить терминатора. Все, затаранил. Я его практически не потерял при этом хп. Этому танку, наверное, можно и в борт башни прислать. Т-90МС. Модиф. Модиф. Ну что Модиф? Конечно, скажем прямо, ПВЕ сражения, ну, по заявлениям мейлрушников, там чуть ли, ну, не 30% играет в ПВЕ сражения. Я не знаю, что это за люди такие играют в такое. Вот. Ну, конечно, тут не ощущаешь такого, знаете, особого прилива, так скажем, интереса. Какого-то мега-азарта, играя вот-вот в такое. Ой, а меня кто-то светит. Вот. Потому как, ну, нереальные же соперники, а так. Ботики. О, уже. Ух ты, зараза, блин. Прислал мне. Так. Что-то я не понимаю в этой жизни. Ну, ладно, там, знаете, в оба на... В ПВП сражения, да, против реальных игроков добавили артиллерию. Зачем ее добавили в ПВЕ сражения, я вообще не понимаю. То есть, ну, понятно, что это класс для аутистов. Кстати, здесь это не совсем так, потому как, ну, достаточно неприятно играть здесь на артиллерии. Во-первых, артиллерийский каннибализм здесь. Процветает артиллеристы друг друга по трассерам там вычисляют, убивают. Ну, вылезь. Вылезь, ботик. Не вылезает. Зараза. Ну, вот, ну, и во-вторых, вот эта вся... Че, добил. Вся вот эта вот артиллерия, которая в игре барабанная, она на высоких лвлах вся барабанная, насколько я помню. Вот. Минус в том состоит, что, конечно же, долго приходится стоять на позиции, пока весь этот барабан не отстреляешь. И из-за этого приходится шевелить булками. То есть нельзя просто так стоять и нихера не делать, как это в другой игре про танки сделано. Так. Надо прятаться уже, потому что у меня достаточно сильно просил по хп. Опять же, из-за артиллерии. То есть акация, 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 акация. Вот все меня артиллериями и мочит. Вроде здесь не простреливает. Вроде откуда-то оттуда летело. Бах. Ну, там сверху вроде ко мне не должны приезжать. Бах. Очень большой урон, конечно, у танчика. Там по тысячу... 779, 963. Здесь вот есть блок выстрелов, или как это назвать. Мне скоро, блин, снаряды закончатся. Реально уже скоро снаряды закончатся. Давайте ракетами постреляем. Ну, просто почему бы и нет. Нет эффекта. Да ладно, нет эффекта. Не пробил. Ракетой. Ну, там они со всякой динамической защитой и прочей. Фигней. Вот так эффект есть. 919 хп сразу снял. Вот тебе еще сейчас пришлем. Пробили. Так. Сюда можно ему накинуть. Может быть, ему там что-то пройдет. Какой-нибудь нормальный урончик. Перестань дергаться, чувачок. Остановись. Мгновение. Блин. Осталось у него хп. Ну, пусть его кто-нибудь другой добивает. У меня уже напряженка со снарядиками. Можно его, наверное, заторанить. Тебя можно заторанить? Посмотрим, что из этого получится. О, 77 хп снял. 74 я у себя снял. Давай еще раз. Бах. Вообще ничего не произошло. А вот так. Так, если фугасиком, то вроде норм. Что-то огромное количество красных танков. Просто огромное. Давайте так, выстрелим. Мало хп ему снял. Так. Type 98. Китайчик. Китайчик, куда ты прешь так на меня? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, меня здесь сейчас сольют. Ой-ой-ой, меня убили. Печалька. Давайте зареспаунимся. Неуязвимость 13 секунд. И что примечательно, мне снарядов не дали. Да. Ну, держать себя, конечно, в, так скажем, 18 тысяч урона, кстати, набито. Неплохо. Держать себя как-то в руках, да, и не лезть вперед в ПВЕ сражениях. Я не знаю уж как. Бодро очень ездит армата. Знаете, вот чем мне не нравились основные боевые танки в этой игре, так это тем, что они такие какие-то вялые. Неинтересно было играть. Ну, вот я чувствую, что армата стоит того, чтобы ее вкачать каким-то образом. Потому как, потому как ездит-то она бодренько. Очень бодренько. Прямо, знаете, ездит практически как легкий танк в этой игре. Очень круто. Здесь, кстати, вместе с танком этим дают еще экипаж, по-моему, прокачиваем. Давайте-ка откатимся. БДС. Больше тысячи. Ну, круто. Слушайте, а я могу вот туда в круг въехать и уже начать его захватывать? Вот этот вот вопрос меня волнует. К сожалению, подставился. Может, зря. Зря, может, я подставился, конечно. Блин, извините. В ПВЕ сражениях что-то вот не подставляться там еще. И это, блин, слишком сложно. Ну, давай, перезаряжайся быстрее. О, готов. 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 Так, теперь отступаем в кружочку. Так, переключимся на ракеты. К тому, как, почему бы и нет. Нет эффекта. Прекрасно. Потрачена ракета. Че это произошло? Че-то я не понимаю. Почему поражение? Я че-то не догнал вообще. Че не так-то? Танк у меня еще жив был. Ни хера не понял вообще, в чем смысл этого сражения. Так, ну давайте какую-то другую карту возьмем. Вообще, как тест-драйв танка и реклама танка. Ну, выглядит интересно. Фармит, кстати, херово, на мой взгляд. Реально, вот на премиум танке можно намного больше нафармить. Просто намного больше. Автоматическое пополнение. Ну, окей. Задание. Так, это у нас че? Боец какой-то. Че за боец? А, операция Порох. Операция Прометей. Операция Буревестник. Буревестник это было. Прометей. Вражеский корабль, переводивший ядерные боеголовки, сел на мель. Ну, окей, поехали. А, там... Там эти... Они разные по уровням, я так понял. Вот эти задания. То есть, там написано было ветерана. До этого я был какой-то боец. Я просто в ПВЕ играл, не знаю, раз в жизни. Поэтому я что-то как-то не умею в ПВЕ играть в этой игре. Ибо не вижу смысла. Вы знаете, были бы вот такие вот ПВЕ-сражения, например, там, в мире танков. И будь они там какими-нибудь историчными, да, какие-то вот реально... Моделирование каких-то операций бы было исторических. Это было бы интересно играть. А вот в Вармате, к сожалению, я не понимаю. Вот я... Вот что за высосанная из пальца операция Прометей. Федор Волков, какой-то хер знает кто. Ну, тоже выдуманный какой-то. Вот это вот все выдумки, вот эти вот, они, не знаю, мне не очень интересны. Бонус за сложность. Кстати, это более сложный уровень, судя по всему, ветеран, да. Потому что дают бонус за сложность 100% к кредитам и 30% к опыту. А до этого давали 50 и 15. Удержать зону разгрузки, отключить генератор, удержать станцию, уничтожить какие-то вертолеты. Надо как вертолеты уничтожать, если плохо представляю. В общем, едем в кружочек, я так понимаю. Сейчас обо мне обтерлась другая армата и с меня не снялась хп. Это, кстати, необычно в этой игре, потому что обычно в этой игре все время что-то за что-то снимают хпшечку. Тут, смотрите, корабль такой перевернувшийся, который ядерные боеголовки переносил, перевозил, переносил. Так, цель танк тут. Не попал вообще. Пулеметная херня по мне мочит. Я промазал. Я, блин, очень просил по хп, просто нереально. Но опять я уехал куда-то вперед. Нет эффекта, да что за херня, у меня там пробитие, чуть ли не метр брони. Это подкалиберный снаряд, что я делаю не так? Немножко непонятная местами игра. Я все время на гусле стою. Моя новая тема. Стояние на гусле. Блин. Очень интересно, конечно. Так. Так. Так, 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 так. О, пробил. Так. Кто-нибудь бы его заторанил бы и забрал. Что я должен делать? Здесь бы хоть написали какие-то задачи. А, во, справа у нас уничтожить вертолеты. Вертолеты два из четырех. Вон там какие-то вертолеты находятся. Я не очень понимаю вот этого момента. Ой-ой-ой. Какой-то, видите, едет. Усовершенствованный какой-то танк ко мне едет. Мне кажется, что это какой-то легкий танк. Вот зараза. Легкий танк. Но. Борта, конечно, на этом танке лучше никому не показывать. Потому что их моментально пробивают. То есть лобовая броня очень хороша. Но борта ни о чем абсолютно. Так, давайте-ка отремкаемся полностью. Раз уж я это все потерял. Надо, наверное, фугасов убрать с боекомплекта. Потому что, блин, фугасов в ПВЕ-миссиях, по-моему, вообще не нужны. Ну, там еще вертолет можно найти. Который никто пока не убил. И хоть посмотреть, что это такое. Так, сгоняю к вертолету. Как я понимаю, это вертолет. Так. Вот здесь, видите, квадратик какой-то такой маленький показывается. Вот я думаю, что это вертолет. Так, здесь неизвестно. Утону я, не утону. Не помню я, сколько здесь в игре тонут обычные танки. Вроде бы, были бронированные машины, которые плавают. Им сделали, чтобы они долго не тонули. Давайте перезарядим фугасный снаряд. Я думаю, фугасным снарядом должен уничтожаться. Вот такой вертолет. Давайте подъедем поближе, посмотрим. Бабах! Так, так, так. То есть я к чему говорю? Насчет того, что ПВЕ сражения мне здесь не очень нравятся. Тем, что они там не историчные. Не обязательно должно быть еще историчное, конечно. Но! Вот не историчное сражение мне не интересно ПВЕшное. Потому как я не вижу смысла уничтожать ботов, если я могу уничтожать реальных игроков. То есть в чем смысл уничтожения ботов, я не понимаю. Мне это никакого интереса для меня не представляет. А если бы это была, я не знаю, игра про какую-то технику времен Второй мировой войны, и моделировались бы какие-то, я не знаю, реальные операции, которые были описаны в книгах, по документам, какие-нибудь восстановленные и смоделированные в игре. Это было бы интересно, наверное. Ну, если бы, конечно, интересно было смоделировано, опять же. Так. Главное не подставлять ему борт, иначе у меня уже закончились эти специальные, так скажем, расходники для ПВЕ сражений. Ну, хоть попал. Так, дальше его, наверное, имеет смысл уже это таранить. Потому что для ПВЕ сражений, опять же, снарядов просто тупо не хватает. ПДЫШ! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хорошо быть большим и толстым. Ширите больше! Больше жира, желательно растительного, чтобы сички сбоку где-нибудь выросли. И второй хвост Вначале первый, потом второй Не пробил Челленджер Нихрена у тебя там НЛ дата отросла Мне кажется, что ему можно куда-нибудь Под пушку выстрелить, нет? Откуда мне вот сейчас Прилетело, я что-то не понял Что-то он мне выцелил Да ладно, ты мне вот так вот показываешь Борт, и я тебя туда еще и не пробиваю Ну это круто, ребята Вот реально круто Сейчас меня опять пробили в лоб Замечу На, готов Есть попадание Мне кажется, эта миссия какая-то более простая Чем-то, хотя Хотя считается более сложной У меня все еще кто-то светит А, во, БМП И по мне еще этот стреляет Автоматический робот Артопутан Отлично Просто невероятно Вот реально не понимаю Зачем сюда добавили это все дело Опять мне сбил гусеницу Не понимаю То ли это его Корма То ли его Передняя часть Так Следующая точка Поспешите Ой, что-то вообще непонятное происходит Смотрите По мини-карте Колбасится Что-то там колбасится Что-то там еще и умерло К тому же Вау Тут как Все Непросто Мы под отстрелом еще К тому же Так Так, нормально Подорвали танчик Оооо Там леопард А я подставляюсь Просто по-страшному Так Надо, наверное, заехать За какой-нибудь Ооо Смотрите, какая нычка тут Прекрасная Что там происходит Оооо Нихрена себе Еще с этой стороны они Ну, прекрасно Вообще со всех сторон Надо как-то закрыться Каким-нибудь рельефом Есть попадание Даже не попадание Даже пробитие Есть Блин Надо как-то Минусовать их Потому что Они так Объезжают Накидывают Отовсюду Снова Может Целиться Это Прекрасно Я опять На гусле Стою Давайте Чуть вперед Проедем Может быть Чтобы Камешек Нас Скрывал Так Так Этого Пробил Следующий Пациент Видите Они со всех сторон Просто Респаунят Кругом Может быть Надо было Просто Не ехать В эту точку Тогда Тогда бы Это Я Сделал бы Правильно Если бы Не ехал Просто Меня бы При этом Не окружили Но поскольку Я дисциплинирован И мне сказали Ехать в точку Я поехал Почему бы Собственно Нет Жалко Тратить На того Было Снаряд Там у нее Несколько ХПшечек Осталось Ну Вроде Все Мы Все Сделали Вертолеты Даже Я один Уничтожил Так Все Время Миссии Заканчивается К сожалению Не успел Еще по одному Отстреляться Ну Как бы Я сказал Что Конечно Фармит Этот танк Не очень Сейчас Мы посмотрим Что здесь Будет На уровне Ветеран Может быть Что-то Как-то Невероятное Будет Но С другой Стороны Ты играешь Против Ботиков Каких-то Если Играть Осторожно Я думаю Что При этом Будут Победа За победой И Фармить Будет Нормально Так Чего тут По бабкам Вот 314 Нет В принципе Нормально Переделали Походу Награды Потому что Раньше Они были Уж очень Как-то Не очень Уж очень Не очень Были А сейчас Вроде Норм Который Попал В цель В 80% Случаев Ну окей Ну а я Больше всех Устрелял Приятно В этом режиме То что Много Стреляешь Весь Боекомплект Отстреливаешь Даже Он приходится Специальной Фигуркой Пользоваться Чтобы Боекомплект Пополнить 23000 Урона То есть Вот это Вот в этом В этом режиме Приятно Интересно Сделано То есть Ну вот На мой взгляд Вот этой игре Не хватает Такой изюминки Что можно было бы Например сделать Эту игру с респаунами Да И можно было бы Вот в каждом бою Даже против Обычных игроков Реальных Наколачивать Такое количество урона Почему решили Не делать Я не знаю Так Это Боец Написано Это видимо Уровень сложности Это ветеран Написано Это рекрут Операция Цунами Да Ветеран Самая Самая сложная Я так понимаю Да Рекрут По идее Самая легкая Это Это средняя Это ветеран Сложность ветеран Да Выбирается Выбирается оно Там выбирая задание Похоже на какую-то пустыню Давайте На пустыню Отправимся Естественно Реальную Армату Которую Вы вкачаете Ее можно Камуфляж на нее Какой-то купить Но здесь Камуфляж Купить нельзя А И оборудование На нее поставить нельзя И камуфляж На нее кстати Нельзя поставить То есть можно Ее покрасить В базовые цвета Соответствующие То есть Например Зеленый Для Каких-то там Для зеленой местности В желтый цвет Для Пустынной местности Но не более того Белый естественно Для Каких-то там Зимних карт Но не более того Всякие там Пятна на нее Нанести нельзя То есть только На Обычный прокачиваемый Танк наносится Ну потому что В игре это сделано За деньги Ну как бы Либо за золото Либо за кредиты Опять же Плюс 100% К кредитам Плюс 30% Да Вот это видимо Уровень сложности В зависимости от уровня сложности Дают больше или меньше Ну вот Поскольку это Покраска В пятнистый Камуфляж Многоцветный Двух и более цветов Стоит Каких-то денег Так или иначе Либо Зелененьких Либо Желтеньких То Видимо Поэтому и не разрешили Покрасить Танчика Было бы конечно прикольно Так Мы должны тут Загрузить данные Какие-то Загрузить данные Уже смешно Захватить Порт Я сейчас давайте Упарюсь вот Направо И Загружу вот эти Вот данные Вот А мои союзники Пусть едут куда хотят И загружают Что хотят Будем играть Играть так В некомандную Игру Вот я покрасил У себя В ангаре В такой цвет Защитный Камуфляжик Ооо Смотрите Шматрите В НЛДу Я его только могу Пробить К сожалению Но я туда Видимо Не попал Бах 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 Хорошо тут Прилетает По-доброму Так Сюда летит Снаряд уже Какой-то Я опять Куда-то Уехал Вперед У меня Сейчас По-моему Будут Проблемы Очень Большие Да Явно О Таранить Тарань Тарань Блин Вот он Увернулся Каким-то Образом От меня Блин Не хочу Я на него Тратить Снаряд У меня Потом Они Закончатся Ооо Другое Дело И в это Время Меня Кто-то Пробил Возможно В попец Да Скорее Все В попец И пробили Блин Я дал Себя Немножко Окружить Поэтому Со всеми Вытекающими Последствиями Так 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 Это легкий Танк Насколько Я понимаю Нужно Легко Пробиваться Там Главное Под леопард Не подставиться Долго Достаточно Сводится По-моему Там Около Трех Секунд Сведение Можно Конечно Немножко Улучшить Я Естественно Немножко Улучшил Там На 10 Процентов Но Сколько Это Основной Боевой Танк Сводится Он Долго Просто Тупо Долго Так Так Я ему Через Каточек Пытался Его Прострелить Чтобы он Уже Не уехал Отсюда Никуда Но Он В общем То И не Пытается Вроде Как О Как Его Хорошо Так Грохнули Меня Очень Радует Что Меня Слева Не Расстреливают Это Очень Приятно Потому Что Если бы Сейчас Начали Расстреливать Конечно Меня Пробивали Наверное Каждым Выстрелом В борт И тут Мне Прилетает От Автоматической Артопутаны Текс О Смотрите Сколько Тут Танков Я Как То Это Я За Вертолет Спрячусь Давай Все Прекрасно Вертолет Вертолет У нас Тут Заканчивается Все Мне Мне Даже Союзники Помогают Вот Это Мне Нравится Конечно По Моему Командная Игра Здесь Реально Есть Только В Так В Такого Рода Игры Именно В Пве Сражения Вот Реально Сделали С С Уклоном В Некий Историзм В War Thunder Или В мире Танков Было Действительно Охрененно Откуда Сзади По Мне Стреляют Ну Вот Я Приехал Все Я Захватил Какие-то Данные Бабах Так Еще Есть Данные Шесть Минут Осталось Миссии Вот Здесь Как-то Не Очень Удачно По Мому Сделан Вот Этот Таймер В Не Очень Удачном Месте И Не Очень Удачно Его Видно Я Думаю Что Пока Мои Союзники Там Занимаются Захватом Главного Кружочка Я Позахватываю Квадратики Колбасится Так А Это Что А Это Видите Мне Выбили Защиты Элементы Динамической Защиты Круто Очень Выглядит Конечно Игра Не Поражает Графония То есть Сделано Не знаю Можно было И лучше Может быть Сделать Графонии Можно было Быть Сделать Лучше Оптимизацию Этого Графония Но Все Так То Что Даже Сделано Сделано Очень Неплохо Мне В принципе По Графонию Игра Очень Нравится Нравится Больше Чем Мир Танков Однозначно Мир Танков За последние Годы Конечно Стал Выглядеть Лучше Чем Он Выглядел Изначально Потому что Изначально Это Конечно Был Полный Атас Вон Когда Когда Впервые Увидел Тогда Очень Многие Игроки В танке Онлайн Рассказывали Что В мире Танков Такой Офигенный Графон И Знаете В те годы В 2010 2011 Году Когда Я Смотрел На мир Танков И не мог Понять Где Тут Офигенный Графон Все Было Очень По Страшному Сделано Только Потом Со Временем В 2013 2014 Графон Стал Действительно Ну Похож На что-то Там Более Или Менее Приличное Потому Что Изначально Оно Было Конечно Все Совершенно Неприличное Я ему Через Коточек Стрелял Но К сожалению Я ему Не сбил Гусельки А что Ты так На меня Едешь Чувак Давай Вот туда Я тебе Зафигачу Там Зелененьким Крестик Мне Мигал Как бы Подсказывая Что Именно Туда Надо Хрен Начать О Все Прекрасно Так Какие-то Танки Засветились Вот Прямо Вон Там Вот То есть Для меня Это Вообще Неожиданность Территория Порта Защищена Хорошо Я Просто Ой 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 Как Мне Повезло Что Меня Сейчас Не Убили Вообще На Ровном Месте Грохнули Было Неприятно Тут Хочется Знаете Дожить В Битве До Конца Ну Реально В Пве Сражениях Не Дожить До Конца Не Дожив До Конца Не Получаешь Удовольствия От Завершения Миссии Сейчас Я Просто В Опору Какую-то Попал Настолько Косорылая Точила У меня Конечно Опять же Чем Мне Не Нравится Ну И Мир Танков И В общем-то Армата Это Тем Что Вот Этот Круг Огромный Разброс Не Знаю В том же War Thunder В крестик Стреляешь В перекрестие Прицел Очень точно Летят снаряды И на самом деле Ничего плохого При этом не происходит Я бы не сказал Что там Что-то Совсем уж Кардинально Меняется И уж тем более В худшую сторону В принципе Нормально Так Давайте Еще Сгоняем Почему Бы Нет Время Есть Немножко Победа Сколько Сколько Дадут За Победу В общем Главное В ПВЕ Сражениях Никуда Не уезжать От своих Союзников Желательно Чтобы союзники Ехали вперед Пусть Лучше Их Окружают Расстреливают Со всех сторон Но Армату Надо Просто Передом Поворачивать Куражским Танком И тогда Ее практически Не пробивают И не подставляться Под артиллерию Потому что Артиллерия Конечно Накидывает Там вообще Без проблем 228 тысяч В принципе Ну как бы Фарм Хороший С учетом того Что играю Не против Реальных игроков Против Тупо Ботов Ну Я смотрю Всегда По премиуму Потому что Я считаю Что в такие игры Здесь уж Играть То есть Премиум Если уж Играть То надо заплатить Денег Команда 14 тысяч Кстати Очень немного Набил Так Возвращаемся Чего тут еще есть Это Гидра Какая-то Это что у нас Цунами Это было Фаланги О Давайте поедем Уровень рекрут Конечно Конечно Но Зато Зато Зима Я же На зимней Карте Вроде Не ездил Посмотрим На армату В белом Камуфляжике Десяток Много Достаточно Я думаю Что это Очередь Все-таки На ПВЕ Сражение Отдельное Да Это было бы Логично Сделать Не общую Очередь Здесь Показывать Отдельно Ну и В основном Играют На ОБТ Игрокам В принципе Нравится ОБТ В этой игре Основные Боевые Танки А это Что такое Информация О результатах Все такое Это Неинтересно В том Что я победил Я уже знаю Игроки В основном На ОБТ Играют Лично Мне очень Понравились В этой игре Боевые Бронированные Машины И легкие Танки Но есть Один момент Ребята Из-за чего Я собственно Не играю Ни на легких Танках Ни на Боевых Бронированных Машинах Дело в том Что физика В этой игре Необычайно Уныла В плане Опять же Легких Танков И боевых Бронированных Машин То есть Они все Поворачивают Как будто Они колесная Техника То есть Описывая Какие-то Безумные Радиусы О том Что можно Блокировать Одну гусеницу И быстро Разворачиваться Ну видимо Разработчики Этой игры Не знают То есть Разработчикам Этой игры Я бы порекомендовал Посмотреть Игру War Thunder Где нормально Разворачиваются Танки Вот именно Так как Они должны Разворачиваться То есть Там действительно Садишься на танк На какой-нибудь Я не знаю Т-34 И начинаешь Там Такие вообще Круги нарезать Так разворачиваться Бодро Это так весело Так интересно Я понимаю Почему Это не реализовано Для основных Боевых танков Не знаю Для артиллерии Не реализовано Для гусеничных Истребителей Танков Я понимаю Ну там Из балансных Соображений Ну почему Это не реализовано Для легких Танков И боевых Бронированных Машин Я вот Понимать Просто Отказываюсь На мой взгляд Это надо Делать Делать надо Буквально Срочно Игру Надо спасать Ребята Потому что Игра В принципе Она имеет Опять же Очень Очень Хороший Потенциал Но Его надо Реализовывать Потенциал К сожалению Идеи У этой игры Какой-то Вот такой Вменяемой Интересной К сожалению Нету Потому что Просто взять И сделать Клона Мира танков Я считаю Что это не идея Это не серьезно То есть Надо что-то свое Придумывать Какую-то Свою фишку Ради которой Игроки Игроки Могли бы Например Забить На мир танков И начать Играть В Armored Warfare То есть Здесь Такой фишки Нет Я вот Не вижу Смысла Никакого Игроку Который Например Многого Достиг В мире Танков У него Есть Топовые Танки На которых Он с удовольствием Играет У него Есть Напор Премиум Танков Хороших Отличных На которых Он может Фармить Или Нагибать Ну Особо Не понагибаешь Конечно В мире Танков На премиум Танках Потому что Они почти Все Унылое Говно Здесь Это Не наблюдается Здесь Как раз В этой Игре Очень Очень Бодрые Конечно Премиум Танки Очень Неплохие Скажем Прямо Вот Но То Как Сделана Сама Игра То есть Какого-то Особого Смысла Переходить Из мира Танков Сюда Если Чего-то В мире Танков Достиг Конечно Игру Они В принципе Тему С танчиками Не знаю Просекли Поняли Поняли В чем Дзен Танков Давайте Так Его Подопрем Сейчас Зарядится Фугасный Снаряд Я его Просто Заваншочим Просто Неизвестно Как Пойдет Битва Хотелось Чтобы Мне Просто Хватило Я Вообще Не пробил Что ли Вообще Никуда О Все Сень Спасибо Большое Защищайте Базу Подождите А Как тут Сказать Спасибо Так А Нету Нету Почему-то Почему-то Нету Подсказочки Жалко Конечно А Если Я В 5 Нажму Так Точно F3 F6 Видимо Уже Этот Антиспам Фильтр Начал Работать Потому Что Ничего Ничего Него Не Возникает На Спам Фильтр Это Конечно Здорово Но Лучше Бо Они Подсказку Еще Сделали И Кнопки Нажимать О Смотрите Сейчас Ображ Прилетит Блин Рикошет Так Здесь Хорошая Позиция Блин Вот Было Бо Реально Сейчас Пвп Сражение Я Бо Тут Птики Позиции Бо Изучал О Посмотрите Здесь Можно Вот так Выезжать Полубортом Да Но При этом Борт Закрывать Танчиком Поскольку Это Пве Блин Что Тут Что Тут Изучать Черт Возьми Бмд Исчезал Постепенно Мне это Очень нравится В игре То что Танки Постепенно Исчезают Не резко А постепенно Это Не является Поводом Для того Чтобы Уйти Из Мира Танков И перейти В Армор Торфе Если Начинать Во что Играть То Армор Торфе Выглядит Предпочтительнее Мира Танков С моей С моей Точки Зрения Но Блин Вот Переходить Из одной Игры В другую В чем Смысл Непонятно Ради Чего Переходить Не пробил Вот Это 1006 Это Явно Не мой Урон Меня Вообще Еще Даже Не Раздамажили У меня Просто Дамаг Панель Да То Что В меня Прилетела Вообще Нулевая Сейчас Я Подставлю И Все Будет Нормально Так Значит Так О Смотрите Какой-то Танчик Это Что Вообще Такое Я Что-то Вообще Не Понял Что Это Как Это Беременная Антилопа Там Стояла А Нет Это Арта Извините Извините Давайте Фугас Зарядим Уже Блин Надо Убрать Фугас Из Боекомплекта Нахрен Не Нужны Вообще Опять Ж В Пве Сражениях В Пвп Они Нужны Бывает Там Какой-нибудь Танк Надо Добить Или Там Он Хорошо Танкует Там Надо Его Там В Крышу Ему Что-нибудь Закинуть В Лечок Там Прислать А Здесь Здесь Этого Всего Нету Поэтому Со Всеми Вытекающими Последствиями В принципе Не Нужны О Сейчас Тоже Я Ему Зафитилю О Вообще Его С Ваншота Убил То Либо Продамажить Кто-то Успел Я Не Обратил Внимания Толь На Эту Мысль Станавливается Как Говорится Привет Отлично Взорвали Так О Меня Раздамажили Наконец Леопард Фугасами Стреляет Окей Леопард Под башню Тебя Можно Наверное Пробить Да Под Пушку Под пушкой Это не должно Быть Особого Какой-то Особой Брони Так Меня кто-то Видел До последнего Момента Две минуты Осталось Надо брать Уже Кружочек Потому что Осталось Две с половиной Минуты Захватить Завод Это Собственно Он О Я его Там Вижу Здесь Через Заборы Показывают Обводку Оба Смотрите Оба Смотрите А как Танковать Тут Простите А как Тут Танковать Тогда Надо Откатиться Вон Туда За Эту Штуку Спрятаться Как-то Очень Меня Радует Здесь Что Орудие 152 Миллиметра Но Перезарядка Меньше 9 Секунд С Перками Это Очень Приятно Без Перков Она Чуть Чуть Больше 9 Секунд И Это Круто Мне нравится Часто Стрелять Если честно Редко Стрелять Мне не нравится Я не понимаю В чем Прикол Если Надо Долго Перезаряжаться Это Раздражает Честно Говоря Когда Стреляешь Часто Это Прикольно Такая Опять же Лейфизм Такой Я считаю Что Очень Годный Мне Это Нравится Так Так Ну Выезжать Нельзя Иначе Мы Перестанем Захватывать Базу Интересно Можно ли С меня Сбивать Захват Потому Что Если Можно То Желательно Конечно Не Подставляться Это Че Такое У У Меня Еще Дофига Снарядов Кстати Просто Дофига Блин Сейчас Накроет Это Печально Где То Сзади Находится Артиллерия И Теперь Просто Накидывает И Забивает Захват Ну В Принципе Я Могу Опять Ж Цифру 9 Нажать Да активировать вот эту замечательную фигню экстренный набор странное название экстренный набор почему-то исчез таймер до окончания боя что это значит я но тут здесь же был таймер да то есть он сейчас исчез я за ограниченное время должен был доехать до этого завода или чего а все закончилось 149 какой-то вот здесь вот таймер наверху вы сейчас показывается там где факел честно говоря у меня в этой игре не знают еще не определился раздражает или не раздражает вот это бесконечная дымка особенно узнаете она противна когда ты смотришь в прицел день на полкилометра или метров на 700 и ну танки ты понятно видишь в которой ты целишься но ты не очень понимаешь что с рельефом местности то что рельеф местности просто практически полностью скрыт дымкой это очень сильно мешает на самом деле целиться вот так в принципе добавляет конечно атмосферности некоторые так еще бы я заработал 120 тысяч если бы задонатил ну тут видите без дополнительных этих бонусов за сложность поэтому получается как получается и семейс написал пиццу предлагают давайте-ка отключим все это дело так и ну давайте финн финальная данная операция скорпион тоже тут тоже это как как называется о скорбей подождите а это что такое самолет дом бы дом бы ветеран да ну поехали скорбей операция скорбей а почему скорбей чтоб никто не догадался как-то так в общем армата мне очень понравилось ребята очень танк охеренный вот я вот блин думал что зачем качать высокоуровневую технику то есть меня вот низкоуровневая техника полностью устраивала даже знаете начиная уже с 2 3 уровня и особенно знаете мне устраивало премиум я купил всяких премиум танков этой игре мне очень они понравились то есть ну в мире танков просто премиум танки просто отвратительные с моей точки зрения большинство танков просто вообще ни о чем здесь большинство танков просто великолепны просто великолепно что не прем то просто общего его причем эти танки которые сделаны из обычных танков они не все шедевры с моей точки зрения а вот те которые чисто премиумы блин практически все такс так что здесь можно смело покупать даже низкоуровневые прям танки очень хорошо особенно вот лав 150 90 ребята истребитель танков просто невероятен стоит он там 200 рублей такое удовольствие приносит катание на этом танке что просто это что-то невероятное просто так все аннигилирует правда одноуровневая машина dragon dragon извините не драгун тоже истребитель танков тоже по 2 или 3 уровня какого он там тоже конечно очень сильно нагибает текст что-то там несут какую-то херню опять же вот если бы это были какие-то исторические битвы времен второй мировой войны или ну я не знаю там времен какой-нибудь другой войны это было бы вот по крайней мере интересно все это слушать там все это ну какой-то интерес бы для меня представлял а вот так вот эти вот сферические какие-то выдумки в вакууме честно говоря нет давайте-ка ему попробуем гуслю сбить и гусля не сбилась вообще разработчики говорили что а нет а вот теперь сбилась может кто-то из союзников продамажил вообще разработчики говорили о том что ну вот у них в игре не с первого выстрела сбивается гусеница где-то со второго там можно наверное заторонить и сломать до бы дыши прекрасно сэкономил снаряд со второго с третьего раза сбивается иногда гусеницы они говорили о том что война мне не нравится как это сделано мы хотим переделать у себя ну вот мне я всегда считал что это наоборот фишка armored warfare то есть ну вот таким образом игра тебя прощает за твою первую ошибку то есть ну если дальше будешь играть как дурак то естественно гусеницы будут сбивать постоянно но это долго ты так не проиграешь вот ну а если в первый раз там куда-то выкатился не очень удачно тип там попали по гусеницу ну извини вот противнику опять же бонус то есть он знает что если он тех хорошенько продамажил гуслю то в следующем выставам обязательно собьет ее то есть меня вот это опять же вот такая вот механика такие правила да если быть более точным правила такие игры меня не более чем устраивали не знаю изменили не изменили то есть внесли эти изменения не внесли внесут ли в будущем да если не изменили или уже передумали хз на самом деле удачно кстати сейчас еду практически даже не при не подставляюсь а вот сейчас буду подставлять борт надо наверно вот сюда вот заехать за камешек стреляю в начале по легким танкам потому что я считаю что не самые маневренные и не дай бог они меня объедут не хочу чтобы они меня объехали и накидали в борта потому что в бортами основные боевые танки практически всеми пробиваются с любых с любых орудий насколько знаю что только какие-то автоматические пушки имели проблемы с пробитием высокоуровневых основных боевых танков и поэтому разработчики говорили о том что высокоуровневым основным боевым танком броню кормовую по крайней мере обязательно порежут это правильно то я считаю что опять же у нас все-таки игра если туда прыгну то наверное мой танк на этом закончится кстати на 7 градусов вниз у армата опускается пушка то есть это эти не типичный советский танк а новые российские уже знают что надо делать хорошо опускающуюся пушку иначе танк не будет нормально тащить в во всяких компьютерных играх тут они молодцы для компьютерной игры сделали 7 градусов назад кстати пушка опускается намного хуже сзади там наверно двигательный отсек до повыше ну поэтому как-то назад по три с половиной градуса выдущий я проехал сквозь дом ребят да ладно чем можно прям вот так вот ездить от татас от тасс от тасс а если я выстрелил этот очень произойдет будешь ничего прикольно то петь какой-то самолет но надо до врезаться в еще какую-то ракету и после этого уже можно заканчивать игру пипот таймер здесь виде показывается 5 5 20 где-то плюс-минус противник выезжает из-за пределов карты о еще там справа кто-то едет и в днище меня пробил нехороший ты человек блин меня сейчас обойдут и и накидают да не обошли и уже накидывают надо срочно куда-то уезжать сразу отступает и поэтому по нему урон тараном практически не наносится все этого убил узел уничтожено тм гуслю сбил не очень понятно куда вообще снаряд ушел то есть не в каток явно может не обязательно о его в борт башню не пробил меня то ли 700 миллиметров пробития что у него там за башня блин все мне уже в папе зашли папе спрятать срочно убили этого у ее и сейчас мне повезло чем-то там отбил видите как долго сводится конечно конечно тут еще танки еще танки я все хочу эту ракету уничтожить фармить дек фармить конечно так и так такой режим он реально ребята расслабляет он такой для расслабона реально режим потому как ну блин тут ну тут собраться да и как-то правильно танковать вот эти все танки да как-то на них правильно выезжать не подставляться это что за оттас о терминатор 2 вот он вот такой вот слушайте вообще реально терминатор очень красивая машина очень просто невероятно я уж не знаю насколько она эффективна в этой игре но она очень красиво смотрите с какими-то так блин вообще нереально меня тут по видим динамическая защита уже отломана я ему буква буквально ребята я даже не знаю у него нету никаких каких-то таких ослабленных зон которых я бы мог его пробивать вот в приборы в приборы нет неудачно стояли приборы и со всеми вытекающими последствиями в борта зато хорошо заходит кстати почему то это арматы нет кумулятивных снарядов я не знаю почему вообще не понятно то есть нету снаряда которым можно наносить я как дополнительный колоссальный урон а машины всякие боевые бронированные машины прочая фигня все-таки здесь есть защитить упавший самолет мне кажется тут уже нечего защищать уже самолет в каком-то не очень потребном виде я думаю его никто не украдет не пробили рикошет малый угол тут даже пишут почему рикошет ребята прикиньте благодарю за службу есть ничего что левой рукой на ближе к сердцу мне очень понравилась армата ребята вот реально хочется уже вкачать кого игра не изменилась но танчик очень понравился будь это прям 8 уровня мне будут дали бы на нем поиграть искать чего хочешь его приобрести сказал да куда заносить бабки но здесь здесь можно в принципе взять свободный опыт перевести за золото и тоже вкачать в кавычках армату бесплатные и ну в смысле чисто за деньги за бабло не тратя время на прокачку 212 бы нафармил даешь помню был прямо в общем армата как танк получает однозначный зачет очень бодро ездит я не знаю может быть все конечно танки десятого уровня так ездят у меня очень понравилось как она ездит то есть вот эти вот все 50 четверки там 60 двойки 60 четверки 72 как просто углы говно по сравнению с арматой вот реально с моей точки зрения то есть вот вишенка на торте в этой игре есть то есть танк совершенно потрясающий просто просто прекрасный так что я не знаю вот я бы я бы с удовольствием конечно взял бы такой танк себе да вот в качестве первого танка который я бы прокачал в этой игре вот но пока я в нее конечно так активно играть не буду но в будущем я бы хотел немножко записать видео по всяким премиум на машинкам которые у меня есть они мне очень нравится и мне бы было приятно вам тоже рассказать о том что мне нравится в этой игре но на сегодня все всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк не забудьте подписаться на канал чтобы смотреть новые крутые видосы пара всяким играм но и в том числе конечно по арматура всем пока